В 1918 году шла Первая мировая война. Это был отличный шанс для разных народов Европы провозгласить свою независимость, чем и воспользовалась Финляндия. Однако, к сожалению, это событие не обошлось гладко и мирно, и повлекло за собой гражданскую войну между белыми и красными силами. Первых поддерживала Германская империя, и Швеция со своими добровольцами, а противникам помогала Советская Россия, которая тоже, кстати, вела гражданскую войну. Сегодня мы узнаем, как шла эта война, повлиявшая на последующую историю такого прекрасного скандинавского государства, как Финляндия. Поехали! Предыстория Февральская революция 1917 года в Российской империи силой разожгла в Великом княжестве Финляндском огонь надежды на независимость. Но поскольку князем Финляндии был Николай II, который отрекся от престола 2 марта того же года, как таковых претендентов на финский престол тоже не было. Тем временем, Временное правительство России издало манифест о поддержке создания национальной финской конституции. Дальше, в течение года, княжество Финляндия набирало все больше прав и свобод, и на конец 6 декабря 1917 года Декларацию о независимости одобрил парламент Финляндии. Что странно, 100 было за, но аж 88 против. Тем не менее, этот день стал национальным праздником Финляндии – Днем Независимости. Левые радикалы из социал-демократической партии подумали и решили создать революционный орган, который, как ни странно, собирался осуществить государственный переворот. Правда, у молодого движения ничего не было, и потому товарищ Ленин пообещал дать оружие. И все-таки слово пацан сдержал, и 23 января 1918 года первая партия вооружения прибыла в Гельсингфорс. 27 января в этом же городе подняли красный флаг, который дал понять белому правительству о намерениях красных радикалов. Революция началась. В первый же день восставшись захватили железнодорожный вокзал, а через день Хельсинки пал под красными. Они сразу же захватили ее к Финляндии, где проживало две трети всего финского населения. Что происходило у белых? Конечно, у белого правительства все еще находилась под контролем огромная часть Финляндии. Однако из-за малонаселенных земель на севере страны, белые всего лишь были наравне с красными. В связи с чем гражданская война стала очевидной. Правительство Финской республики переехало из восставшей столицы в Асу, впоследствии получив из-за этого наименование Ваасовский сенат. В тот же день, 28 января, Маннергейм был назначен главнокомандующим. Правительство белых разделилось следующим образом. Одни переместились в северную Финляндию, а другие остались в Хельсинках на подпольной основе, дожидаясь немецкой военной помощи. Из Германии Маннергейм рассчитывал получить лишь офицеров, оружие и снаряжение. Но Германия тайно собиралась перекратить перемирие с Советской Россией и включить Украину, страны Балтии и Финляндию в свою сферу влияния. Карл Густав Маннергейм и Сенат узнали об этом только в начале марта 1918 года. Что происходило у красных? Восстанием и красногвардейцами руководило революционное правительство. Советская Россия признала красную власть только через месяц после ее провозглашения. Финские левые столкнулись с серьезными проблемами, самой главной из которых был саботаж. Лишь малая часть сотрудников правительственного аппарата продолжала свою работу. Большинство объявило забастовку, вследствие чего красные утратили контроль над финансами и продовольствием. Тем временем немцы уже прибыли на красную территорию и разбили местные войска у города Ханко. Коммунисты понимали, что скоро случится высадка и в Хельсинках, потому 7 апреля 1918 года красные переехали в Выборг, а в конечном итоге они даже хотели проводить свою политику из Петрограда. Вообще, красные полагались на помощь старых русских солдат еще с царской армии, коих на их территории было аж 100 тысяч. Но что-то пошло не так. Дело в том, что они все были деморализованы и отмобилизованы спустя некоторое время. Ну и самое ироничное, они находились под влиянием большевистской пропаганды, которая вещала, что война это плохо, приводя как аргумент, чтобы царские войска не воевали. Декрет о мире подписан еще 26 октября 1917 года. Вскоре после вступления в силу Брест-Литовского мира 3 марта 1918 года в Финляндии оставалось всего около 30 тысяч российских солдат, большинство которых также не хотело воевать. К тому же еще и за фактически чужую страну. Среди царской армии были офицеры, ставшие руководить красногвардейцами, но из-за языкового барьера совместная работа шла крайне плохо. Это создавало довольно существенные проблемы в координации между собой красных частей. В начале марта Карельский перешейк был освобожден и все старые солдаты либо призывались к советской службе, либо прятались в тылу белых территорий. Битва при Тампере Попытка красного наступления в конце февраля не удалась, и инициатива перешла к белым. 15 марта 1918 года начинается наступление на юг в направлении Тампере, важнейшего центра красной обороны. Военные действия начались с северо-востока из города Лангемяки. Тампере был окружен после сражения. Сражение за Тампере стало крупнейшим и самым ожесточенным не только в ходе финской гражданской войны, но и во всей истории Скандинавии. В нем участвовало 16 тысяч человек со стороны белых и 14 тысяч со стороны красных. Решающее наступление на центр Тампере началось 3 апреля, сопровождаемое мощной артиллерийской поддержкой. В финской истории это было первое безжалостное сражение в городе. Квартал против квартала. Город был взят 6 апреля. Бои немцев за Южную Финляндию 5 марта 1918 года германский флот прибыл к Аландским островам, и немецкие войска к концу мая постепенно заменили высадившихся на островах в феврале шведские войска. Острова стали плацдармом для германской интервенции в Финляндию. 3 апреля 1918 года в Ханка немцы беспрепятственно высадили корпус численностью 9 тысяч человек под командованием генерала Рюдигер фон дер Гольца и двинулись на Хельсинки. 7 апреля в Ловиесе высадился прибывший из Ревеля отряд Отто фон Бронштейна численностью 2,5 тысячи немецких солдат, еще более осложнив положение красных. Всего в Финляндии составило 14-15 тысяч солдат германской армии, а красное правительство в это же время убежало из Хельсинки в Выборг, а обороной столицы занялись местные красногвардейцы. В Хельсинках все еще оставались военные корабли советской России, но когда прибыли немцы, они предоставили договор о ненападении, и безо всяких споров советы покинули город. Боеспособность немецких войск была несравнима выше противника. Германия даже не сделала никакого заявления по поводу начала боевых действий против Красной Финляндии, поскольку считала красных неумелыми и слабыми матежными отрядами, стоящими на пути германских планов. 13 апреля немецкие войска легко завоевали Хельсинки и провели парад 14 апреля, передав город представителям финского сената. Через неделю военная бригада захватила лахти, перерезав восточные и западные группировки коммунистов. Следом, уже 21 апреля спокойно были взяты небольшие города на юге Финляндии. 26 апреля 1918 года, как и планировали красные, из-за суперочевидного исхода войны красное правительство Финляндии бежало морем из Выборга в Петроград. Гражданская война в Финляндии была фактически окончена. Немецкие войска значительно ускорили поражение красных и сократили время войны. Но это привело в Финляндию сферу влияния к айзеровской Германии. Из рашки в Дойчлен, так сказать. Как же закончилась война? 16 мая 1918 года в Хельсинках состоялся парад победы. По центральным улицам города церемониальным маршем прошли представители всех пехотных полков, артиллеристы, егеря, саперы, волонтеры шведской бригады, а в конном строю эскадрон каварилистов Нюландского драгунского полка. Возглавлял эскадрон генерал Маннергейм, главнокомандующий молодой национальной финской армии. Последствия войны В последней стадии войны около 10 тысяч красногвардейцев и членов их семей скрылось в Советской России. К окончанию войны 5 мая 1918 года в плену оказалось 76 тысяч красных. К слову, укрывшееся в Петрограде руководство лишилось в Финляндии сторонников. Субтитры создавал DimaTorzok